Привет, друзья! С вами Марти, и мы в Ингушетии! Где-то две недели назад мне на почту прислали письмо с приглашением на какой-то неизвестный мне форум блогеров в Ингушетии. Сначала я подумал, что это какой-то спам и хотел сразу удалить письмо, но, прочитав его, зайдя на сайт организаторов, я понял, что это, в принципе, серьезное настоящее мероприятие. Идея мероприятия такая. Главе республики Ингушетия месяца два назад пришла в голову очень интересная и, сказал бы, даже гениальная идея, как можно привлечь туристов в свою республику, а тут, ну, согласитесь, реально есть на что посмотреть, места просто чудесные, особенно в горном районе, где мы сейчас находимся. Он решил пригласить в республику блогеров, причем не журналистов, никаких там политических или экономических обозревателей, а обычных блогеров, таких как я, которые имеют, ну, более-менее крупную аудиторию от нескольких сотен тысяч человек. В общей сложности было приглашено около 50 блогеров с разных регионов России, но в основном, конечно, это были Москва и Питер, в основном там блогеры и обитают, но также люди были из Сибири, из Дальнего Востока, в частности, мы с Аленой из Краснодара. Пожужжи в другом месте, мы снимаем видео! Один из блогеров запустил дрон, и мы не можем нормально снимать, ждем, пока он улетит. А что, давай еще ниже, может, на голову нам сядешь? Да, давай! Ну да, конечно! Нам пришлось лететь на самолете с пересадкой в Москве. Мы вылетели из Краснодара, рано-рано утром, дальше пересадка, и мы уже где-то к полудню были в Магасе, это столица республики Ингушетия. Круто! Причем из Москвы большинство блогеров летели на одном самолете, в частности, рядом со мной на кресле сидел Андрей Нефедов, наверное, многие из вас его знают. Это, в принципе, честно говоря, из всех участников форума, которые прилетели, это был единственный блогер, которого я узнал. Вообще больше никого из них я не знаю. Как только мы вышли из самолета, первое, что меня удивило, это то, как нас встречают. Нас встречали как каких-то рок-звезд или кинозвезд, то есть была официальная делегация, были телекамеры, девушкам подарили цветы, и Алене было очень приятно, когда ей подарили целый букет. Это я не так часто дарю цветы, когда я дарил цветы последний раз, уже и не помню. В общем, Алене все понравилось. Нас сразу посадили в микроавтобусы и повезли на экскурсию. Причем нас не завозили в гостиницу, мы так с вещами поехали на первую точку. Это был сад-гигант, огромный сортировочный центр, сортировка яблок. И дальше началось уже самое интересное. Нас повезли в столицу, город Магас. Экскурсию по городу нам проводил сам мэр Магас. Он рассказывал, какой-то перспективный город, молодой, инновационный. То они борются за звание самого умного города России. Нам город очень понравился. Он очень чистый, зеленый. Ну, понятное дело, что он новый, но его стараются дополнительно облагораживать как-то. Действительно, отличное место, где можно погулять. Ну, напомнило чем-то центр Краснодара. Но больше всего нам запомнилась башня Согласия. Это 100-метровая каменная башня, которая стоит недалеко от центра города, напротив администрации. Высота ее 100 метров, и в ней нет лифта. То есть нам пришлось подниматься на нее пешком по серпантину. Это, скажем так, было довольно интересно. Подниматься по однообразному каменному серпантину. Продолжительность подъема 1600 метров. Очень неплохая была для нас физическая подготовка. И когда мы поднялись, мы увидели наверху наблюдательную площадку с прозрачным полом. Скажу честно, мне лично было довольно страшно по ней ходить изначально, но вот Алена прыгала, бегала и веселилась как могла. Нефедорович, что ты думаешь об этом? Это самый жесткий подъем в моей жизни, который я когда-либо испытывал. Это Хилляк. Останкинская телебашня, только пешком. Но это того стоит. Ты посмотри, ты посмотри на это. Зато не по лесенке. А? Зато не по лесенке. Да, и то хорошо. Но могли бы лифт предусмотреть, знаете, город будущего, что такое современное, а лифта нет. Было бы неинтересно. Нормально, зато спокойно. Давай, давай. Мы с Сашей делаем первый шаг. Ура! В общем, ребята, тут очень весело, очень высоко и очень страшно. Хотя я понимаю, что это безопасно, но все равно. В общем, если что, лететь довольно долго. Поднимались мы сюда, ну, так, прилично. Нет, я счастлива. Я счастлива. А мне нравится, да, мне нравится. Ага! Не очень нравится. Да. После этого началась самая интересная часть нашей поездки. То, из-за чего, в принципе, стоит ехать в Ингушетию, нас повезли в горы. Для тех, кто не в курсе, Ингушетия делится на две части. К северу равнинная часть, а в южной части – это горы. Горы находятся в Джейракском районе. То есть полностью вся горная часть – это Джейракский район. Чтобы в него проехать, нам пришлось ехать через Северную Осетию, через Владикавказ. В Джейракский район мы попали только под вечер и были по пути некоторые сложности. Дело в том, что Джейракский район – это пограничная зона. Тут буквально несколько километров до границы с Грузией. Поэтому тут находятся пограничные посты. И сюда могут попасть только граждане Российской Федерации. Иностранцы должны заблаговременно, за полтора месяца, получать специальное разрешение в Магасе, столице республики. И тут возникла небольшая проблема. На посту нас остановили, начали проверять документы. И оказалось, что среди блогеров были два коренных петербуржца, которые оказались гражданами Украины. Поэтому нас остановили, начали выяснять. Но поскольку данное мероприятие было заранее анонсировано, оно было официальным, буквально за полчаса порешали все эти вопросы, нас всех вместе отпустили, мы поехали дальше. И нас привезли в этот чудесный комплекс. Это гостиный дом, частный дом, частная усадьба. Просто чудесное место. Нам сразу же по приезду накрыли просто шикарный ужин. Столы буквально ломились от разных блюд. Тут запомните поселок Бейни, можете найти на картах. Если будете в Ингушетии, обязательно посетите это место. Тут вокруг много частных гостевых домов, гостиниц. Это место достойно вашего внимания. А мы сейчас садимся по нашим микроавтобусам и едем дальше. Вот наша туса. Туса-туса. Это место называется Арамхи, от названия реки. Здесь внизу протекает река Арамхи. Этот комплекс тоже построен под этим названием. Горнолыжный, называется Арамхи. В летнее время он у нас, естественно, не работает. Зимой здесь бывает очень много снега, так что я вас приглашаю. Приезжайте, покатаемся. Вот это все люди, которые приехали вместе с нами. Но, честно говоря, никого из них, кроме Нефедова, не знаю. Так что, ребята, в комментариях не пишите, что вообще каких-то ноунеймов пригласили. Просто, наверное, вы их не знаете, но я их не знаю вообще точно. Но у некоторых из них очень хорошая аппаратура для съемки. И видно, что ребята заморачиваются. Субтитры создавал DimaTorzok Немного полезной информации для тех, кто собрался ехать в Ингушетию как турист. Во-первых, вам нужно знать, что в Ингушетии более светские нравы, чем в некоторых соседних республиках. Например, девушкам не обязательно носить на голове платок. Это все делается по желанию. Хотите носите, хотите не носите. Что касается одежды, и мужчинам, и женщинам нежелательно надевать какую-то короткую вызывающую одежду. Например, мужчинам даже шорты желательно не носить. Девушкам, соответственно, короткие шорты или юбки. Но при этом вам никто не запретит это делать. Это все по вашему желанию. Но вы создадите о себе нехорошее впечатление. Также насчет алкоголя. Здесь вы его практически нигде не купите. Есть буквально один или два специализированных магазина для приезжих, для туристов, чтобы можно было купить алкоголь. Хотя я вообще не понимаю, зачем здесь пить алкоголь. Ребята, наслаждайтесь красотой просто. Пошли. Ребята, наслаждайтесь красотой просто. Ребята, наслаждайтесь красотой просто. За моей спиной расположен большой кавказский хребет. Он отделяет Россию от Грузии. То есть граница проходит прямо по его вершине. Мы всю дорогу практически ехали вдоль него. Мы остановились, чтобы пообедать в одной гостинице-ресторане. Тут нас ждет хороший обед. Накрыты столы под открытым небом. Все это в горах. Ребята, кто все это увидит, вы должны просто приехать в Ингушетию и посмотреть. Через видео это не передать. Субтитры сделал DimaTorzok Очередная остановка. Мы остановились возле древнего средневекового города Эгикал. Огромное количество разрушенных и еще не до конца разрушенных башен. Это не восстановлено именно так, как все было осталось со времен Средневековья. На самом деле по дороге просто огромное количество различных построек, руин мы встречали. Вы будете ехать и каждый километр будете встречать что-то интересное, где можно остановиться и посмотреть. Знаете, я думаю, было бы офигенно поиграть здесь в страйкбол. Я, конечно, понимаю, что не разрешит никто. Но представляете, как это было бы здорово поиграть на таком полигоне. Я, конечно, понимаю, что это было бы здорово поиграть на таком полигоне. Я, конечно, понимаю, что это было бы здорово поиграть на таком полигоне. Заселили нас в бизнес-отель. Должны были в другом пятизвездочном отеле поселить. Но на всех мест не хватило, поэтому несколько человек отправили сюда жить. Если вы помните, мы уже были здесь вчера вместе с мэром Магаса. Очень такой неплохой светлый номер нам дали с раздельными кроватями. Ну, ладно. Спасибо организаторам. Нам поспешно пришлось выходить. Мы опаздываем на какое-то торжественное мероприятие. Это празднование 25-летия газеты Ингушетия. И там, говорят, будут вручать даже какие-то премии блогерам. Посмотрим. Очень красиво. Это очень крупный официальный прием. Сейчас увидите все сами. Как в Офиг. Аккуратнее нас тут уже критикуют. Мы тут не свои. Мы здесь все как красные хрюшки. Очень сильно выделяемся. Ну да, мы просто сегодня были весь день на солнце, поэтому довольно сильно сгорели, а некоторые прям вот конкретно. Даже, может, кому-нибудь покажу потом поближе. Я думаю, сами увидите. У нас даже столик подписан. Номинации «Проныв года» на форуме блогеров «Блогинг-2018» победил проект «Хайповый бизнес». Девочки, очень приятно. Наталья. Сегодня прям цветочный день. Мы подарили больше, чем Саша. Доброе утро. Вчера было довольно интересное мероприятие. Был глава республики, но мы с ним не общались. А сейчас мы идем на официальный прием к главе республики. Пообщаемся. Народ постепенно собирается. Но половина еще не проснулась. Все расселись, все ждут главу республики. Закончился прием у главы республики. Скажу честно, было довольно интересно его послушать. Это было не какое-то дежурное событие для протокола. Действительно, интересно с ним поговорили. Многие блогеры высказались. И даже меня попросили высказаться, рассказать немного о страйкболе и о перспективах развития страйкбола непосредственно в Ингушетии. Поддержка власти региона на самом деле это очень хороший фактор для проведения хороших мероприятий. Ну а сейчас мы садимся по машинам, едем в аэропорт. Ну все, наше путешествие подошло к концу. Мы сейчас на пересадке в аэропорту Внуково, в Москве. Решили записать какое-то финальное впечатление о нашем путешествии. Мне все очень понравилось. Ингушетия просто чудесно. Горный район просто не мог себе вообразить, что такая красота будет. Ну вы, в принципе, сами все видели, но, как я говорил уже ранее, вживую это все совершенно по-другому. На видео это не передать. Единственное, что мне не понравилось, но это, в принципе, черта многих кавказских республик – это поведение водителей на дороге. Правила они не очень любят. Ты что думаешь? Я думаю, что там безумно добрые, отзывчивые, вообще нереально добрые люди. Подарили цветы два раза больше, чем кто-то, наверное. Ладно, шучу. Наш сопровождающий Якуб Гогиев, он историк, член исторического и географического общества Ингушетия. Он нас пригласил в гости, говорит, приезжайте ко мне в дом, будете жить. То есть, скорее всего, снова приедем. В общем, остались сугубо положительные впечатления. Надеюсь, туда еще вернутся. Скоро нам лететь. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok